Так, Викула, приветствую всех. Федосеева, здравия. Юлия, здравствуйте. Виктор, добрый вечер. Вадим, добрый вечер. Мирослава Зубина. Что-то, Мирослав, я хотел, что-то я хотел где-то к вам обратиться. А, там ниже, наверное, будет. Наверное, это будет ниже. А еще и памяти нет. Ладно, Бухтияров, Казахстан, привет. Ну, хоть бы раз пропустил, сколько можно. Так, Железов, добрый вечер. Наталья, добрый вечер. Валентина Курган, добрый вечер. Так, Влади, слав, наверное. Добрый вечер. Ольга, добрый вечер. Шилов, добрый вечер. Елена Горячихина. Добрый вечер. Тимофеева. Вот начинается. Валерий Константинович. Хочу уточнить схему действий с Алимсомед Сергея. Поставлено по вашему методу. Первый год. Дали хороший прирост. Первый год. Особенно абрикосы. На второй год, что не надо делать, я поняла. Не обрезаем, не обрезаем. А что делать надо? Ай, как что делать? Вот такой вопрос. Хорошей весной подкормить надо, нет? Траву убирать надо, нет? Ну, сейчас отвечу. Или можно мульчу. Посаживаю всё на холмы, очень красиво смыться. Кроме компоста ещё что-то надо. Кальций. Я против свитоеда, плодожорки. Лишь что-то делать ничего. В общем, смотрите. Я не говорю, что вообще ничего надо делать. Надо исходить из того. Первое. Вот вы задали мне вопрос. А я понятия не имею, где вы живёте. Представим себе, вот возьмите, там я здоровался с Мирославой, да? Питер. Вот. Она высшее образование. Умнейшее. А вот почему я Мирослава его вспоминал. Это связано будет с прививкой. Помните, вы говорили, что профессор отказался читать лекцию студентам, потому что 5 часов академических это мало. А я берусь за час. А всё остальное, это тупта, болтовня, например. Я потом ниже покажу. Или долго, упорно, например, один академический час учить привать почкой, в скобках, окунуровкой, в скобках, глазком. Или один раз сказать, не делайте этого. Почему? Потому что мы с вами не производители саженцев. Там каждая почка идёт в дело. Почему? Не напасчёшься, а мы с вами берём ветку и всего делаем 2-3, ну, от жанности 4 вот таких вот черенка. Остальное выбрасывают. А там 40-50 почек, 40-50 саженцев. То есть здесь раз больше можно вырасти. Но там будет туфта и плюс страшная рана. И поэтому получается так. Вот я вот сейчас объяснял примерно. Ещё мы фотографии, я потом покажу на следующем вебинаре. Фотографии плюс вот эти несколько, ну, минуты две говорю. И всё, забракована прививка почкой. А тот профессор будет вам целый академический час рассказывать, как надо привать почкой. Чувствуете разницу? Вот. А я, для примера, почему я вспомнил Мирославу. Она рассказывала про этого профессора. Вот. Но лично у неё высшее образование. Так ведь? Вот. И что получается? У меня есть свои особенности. Мало снежных, мало воды, мало дождей. Так? Вот. Я соседу посадил в саженце, полил. Один раз. Больше не подходил. Ни один не погиб. Все прижились. И яблони, и груши, и априкосы, и сливы. И через 10 лет приезжает телевидение, а там урожающее. И это, заметьте, вообще ничего. Вы тут упомянули кальций, цветоеда, плодожок. Всё балансировано так, что всё это поддерживается само собой. Вот. И получается следующее. Имея климат примерно такой, какой у меня, всё, что вы хотели бы сделать, помните, подкормить вы же это, траву убирать. Значит, я предлагаю такой вариант. Но это для тех, у кого примерно... А какой примерно климат, вы уже знаете, и эти самые. И средне-зимняя температура, вы знаете, что она не хватает для дождей. Вы знаете, а априкосы по барабану есть дожди, нет дождей. Вот. Нет дождя, она всё равно 2 метра прирост даётся. И она Александр Савинич подтвердит. И фотографии не одна сотня уже сделаны. И всё это без дождей. Вот. Естественно, что сухой климат, не то, что грибы. Смотрите, сырой климат, груша не терпит. Она начинает болеть, гнить. И вот тут-то на неё нападают грибы. Именно потому, что она не на своём месте. Вот. Понимаете, почему? Ну, не могу я коротко. Ну, что мне застрелиться, что ли? Смотрите. Смотрите. Вот. Видели? Вы знаете, почему эта груша гниёт? Потому, что под забором растёт, в тени. Вот, что не хватает. И вот уже этого, при сырости, и она начала гнить. Речь бы о другом, о жировиках, вот они. Тема была другая. Но всё-таки очень стадии пригодилась эта фотография. А вы посадите её, чтобы солнце со всех, 360 градусов, со всех сторон было светло. И вот тогда окажется, что вот этой раны бы просто не было. Вот. То есть, каждому фрукту своё место. Вот. А у вас получается что? Сейчас мы вернёмся туда, где вы были. Так. Нет, не тут. Ой. Ага. Вот здесь мы были. Здесь получается следующее. Одна крайность. Я вспоминал Мирославу из Питера. Так. Другая крайность. Всё сыро. Что-то будет, что-то не будет. И в этом климате в сыром, когда груши у неё начнут гнить, и апрекосы, скорее всего. Где-то близко к Грутовой воды. Помните, Питер построен на болотах. Я придумал эту фразу. Это фраза классическая. Питер построен на болотах. И там, куда ни сунься, там больше сейчас всего столько до воды. Начнёт гнить. И тут уже подкармливаете, не подкармливаете. Убираете траву. Не убираете. Вот. У вас совсем другой климат, и там совсем другое дело. Подбираем там технологию другую. Опять же, никаких ран. Любая рана. В местах, где много сырости, она смертельна. Вот я же вам показал фотографию. Уже из-за тени, из-за тени уже, которая половину дня там тень, уже этого хватило, чтобы начало груша гнить. Видели? Значит, получается, что море солнца. Так, значит, садить на холмы, по возможности, там где близко, хотя бы полметра приподнять. Уже плюс. Абрикос привить на сливу, а слива выдержит. Вот, мы же не зря проводим вебинары. Уже третья сотня пошла. Вот. А всё, что вы советовали, ну давайте пройдёмся по вашему, ещё раз по вашему письму. Итак, схема действия. Вот они первый год нормально, вы представляете, вы не написали, что хоть один погиб. У всех хороший порой, всё начало хорошее. Но второй год, что не надо делать? Ничего не надо, так хватит написать. Вы же не написали, где вы? Вот. Вот же персик, пожалуйста. Персик без укрытия. Прянский. Персик без укрытия под Москвой. Персик без укрытия. Вот свежие данные для вас. Вот. Баскирии. Просто они знают, что нужно закалечивать деревья. А это поручи вот этой самой. Они бы всё искалечили, чёртова матери. А потом бы пришлось бы и подкармливать. А ты начал бы вопрос уже, что дальше? Убирать или убирать траву? Вот она пишет. Посажены холмы. В принципе, ничего и не надо. Кальций. Откуда мы знаем? Нужен кальций или нет? Плодожорка, святоед. Есть и здоровое дерево. Оно имеет такое понятие защиты, как иммунитет. Вот и вот и здоровая. Облетит плодожорка и облетит святоед. Это они все с крыльями. На этом этапе. Это потом они становятся гусеницами. А на этом этапе они подлетают. Только цветку подлетела, понюхала. Я не хочу травиться. И дальше полетела. Больному дереву. Все больное подлежит уничтожению. Так устроен мир. Приветствую серебряных садоводов. А южных что, не надо? Валерий Константинович, скажите, как заказать черенки? Заказать завтра еще несколько дней будет резать черенки. Сергей, что останется, то останется. Почти без ограничений, только абрикосов. Есть серебряные садоводов. Вот один черенок взял, заказал черенок в овощной вишне. Да не жалко. Есть человек, который заказал два черенка укоренять в шелковице. Ну ладно уже, деньги нужны. Вот. Срезал несколько черенков. Дальше, значит, как ни странно, заказали дикую шурицкую глушу. Но это кто-то из вас или царь в будущем. А что семечка? Кто знает, может 10 лет предусмотреть перерожие. А я взял веточку дикую шурицкую глушу. Привил по принципу, ну а там видно будет. Смотришь, на второй, третий год висят грушки дикие. Пожалуйста, уже сэкономлены годы. А если человек серьезно занимается? А если это будущий этот, или крупный торговец, или крупный ученый типа Мичурина? Поэтому, когда у меня за всю зиму 3-4 черенка дикой руссульской глуши заказывают, я его не удивляюсь. Это и есть моя работа, пропаганда. Дальше, значит, китайские сливы. И сроду них миллионы лет, тысячи лет их никто. Тысячи лет сознательной садовой жизни, никто никогда не плевал. И они уже не дичают дальше. Все равно заказывают черенки, хоть зазивно, хоть несколько заказывают. Почему? А чтобы на второй, третий год уже иметь свои косточки. Видите как? Вот это я нарезал, черенков, абрикосов нарезал почти все сорта. Груши, ну там пару сортов, где побольше было там. Нарядные филы у меня есть. Из этих самых. Из яблонь, допустим, у меня без ограничений, допустим, эфирки Тайка, супер шорт. Вот такие. И получается, что я вам толком на вопрос не ответил. Так? Скажите, как заказать? Вы мне присылаете на мой электронный адрес запрос. Я вам с вами каталок. Там много прочерков. Лучше делать. Что есть, то есть. Сергей нарежет черенки. Поставить себе это по углам немножко. Лучше бы их и не трогать. Вообще не трогать. Чтобы не колесить, поменьше колесить деревья. Но никто не собирается это. Вот. Скажи, что можно прожить на пенсию. Миллионы садоводов будут хохотать. Вот. И кидаться это самое. Чем-нибудь тапками у меня. Если я скажу, что на пенсию можно прожить. Приходится колесить деревья. Вот. А в этом году так мало прироста из-за этой дикой заски.